Мы исследовали послание к евреям последние пару лет, и мы уже подходим к концу этого послания. Мы говорили о том, что все проблемы людей, с которыми мы сталкиваемся, с которыми они сталкивались тогда, все они решаются Иисусом Христом и тем, что Иисус Христос совершил ради нас. И по этой причине автор послания к евреям подробнейшим образом рисует такую яркую картину для того, чтобы помочь людям тогда и помочь каждому из нас сегодня, всякому, кто соприкасается со Священным Писанием, помочь увидеть, насколько велик Сын Божий, который принял человеческую плоть, и насколько сильно, необходимо и просто крайне незаменимо Евангелие Иисуса Христа. И вот после того, когда на протяжении 12 глав, точнее 10 глав раскрывает Иисуса Христа, а потом полторы главы рисуют нам важность веры в Иисуса Христа, объясняют нам. И вот потом в 13 главе автор послания приходит к очень важным вопросам, практическим вопросам, практическим сферам жизни для того, чтобы показать одну чрезвычайно важную вещь. Он показывает, что наша практическая жизнь напрямую зависит от того, как мы относимся к Евангелию Иисуса Христа, как мы относимся к Голгофскому кресту. И вот это нам часто трудно поймать, эту связь, друзья. Мы часто, я имею в виду верующие люди, большинство верующих людей, они приходят в церковь, они слушают, они соглашаются, они, может быть, даже торжествуют в Евангелии, они восхищены Евангелием, но оно остается где-то в сфере, не связанной с ежедневными жизненными решениями, не связанной с образом мышления, не связанной с поступками вообще с тем, кто мы есть. Точнее, связь-то какая-то есть, но она очень такая неконкретная, она непрямая связь. И поэтому очень многие христиане имеют такой парадокс, когда они исповедуют Евангелие, но практические ценности, которыми регулируется их жизнь, они взяты откуда-то из других источников, не из Евангелия. Вот по этой-то причине в каждом послании есть всегда так называемая практическая часть, есть доктринальная часть, где объясняются доктрины, и потом есть практическая связь, в которой библейские авторы показывают, что наша жизнь исходит из Евангелия. Сегодня мы будем говорить об одной из таких чрезвычайно важных тем, которая затрагивается в послании к евреям, мы будем говорить на тему Евангелия и сексуальность. Это одна из очень популярных, злободневных и наиболее проблемных тем современного общества. В послании к евреям об этом сказано в очень коротких словах, это 4 стих 13 главы, очень короткий стих, но этот стих чрезвычайно емкий, чрезвычайно важный, и поэтому у меня сегодня, не знаю, к сожалению, к чему-то, к чему-то счастью получилась очень большая проповедь, поэтому нам нужно здесь пристегнуть ремни, сосредоточить мозг и быть готовым к тому, что мы сегодня побудем немножечко в этом стихе. Здесь написано следующее, друзья, 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Причина, почему это чрезвычайно важная тема, заключается в том, что мы живем сегодня в мире, в котором вопросы сексуальности буквально свели с ума большую часть человечества. И это не exaggeration, это не преувеличение. Вот в этой части человечество потеряло здравый смысл, теряет все больше и больше. Возможно, вы сталкивались с какими-то очень радикальными явлениями, как, например, несколько недель тому назад я прочитал в одном из христианских журналов историю о том, что родители в одной из стран, родители, они очень так внимательно относятся к своим детям и к своей шестилетной дочери, что они пытались ей помочь определиться, кто она есть, мальчик или девочка. Нет, у нее все нормально, она родилась девочкой. Но вот кто она внутри, как она себя чувствует внутри, а вдруг она внутри себя чувствует мальчиком. И в конце концов они помогли ей, и она определила, что она внутри чувствует себя мальчиком, и теперь ее готовят к серии операций для того, чтобы она стала мальчиком и физически. Ну вы понимаете, что иначе как безумие, по-другому, другого слова я не могу подобрать к этому явлению. Это действительно мир сходит с ума. Но заметьте, друзья, когда мы говорим о вот этих радикальных вещах, о вот таких радикальных примерах, нам кажется всегда, что это где-то там. Я сегодня вместе с вами хочу посмотреть на то, чтобы мы увидели, что то, что вот там, начало этого уже здесь. Это очень серьезно. Вот то, что там, имело свое начало. Вот почему вот эти слова, которые провозглашены были тогда, они чрезвычайно важны сегодня. Как мы уже говорили раньше, что грехопадение сделало человека самоцентричным, и человек поставил себя фактически в положение Бога, и стал претендовать на то, что Бог обязан дать ему комфортабельную жизнь, полное самоугождение. Вот по этой причине первое, что происходит у человека, когда он принимает Евангелие, он становится благодарным, то есть он понимает, что Бог вообще ничем его не обязан. Человек умеет радоваться и быть удовлетворенным в естественных маленьких вещах, которые он получает от Бога. Хотя, если внимательно посмотреть, это далеко не маленькие вещи, которые мы получаем. То, что у нас есть хлеб, то, что у нас есть дыхание, то, что у нас есть... Вспомните людей, которые болеют астмой, и им не нужна порнография. Им нужен глоток воздуха. Но мы глоток воздуха имеем регулярно, и поэтому мы не задумываемся об этом нисколько, и поэтому мы за это не благодарим Бога. Мы в этом удовлетворении не находим. Или подавляющее большинство, я не говорю о каждом человеке здесь. То есть, это первое, что происходит. Евангелие изменяет отношение человека к Богу, делая его благодарным. Потом, помните, мы говорили о том, что Евангелие изменяет отношение человека к людям, делая их способными любить. И вот сейчас мы будем говорить о том, что Евангелие изменяет отношение к самим себе. Евангелие освобождает нас от рабства, страстей. Посланник Титу, 3 глава, 3 стих. Апостол пишет о том, что вот эти три глобальных проблемы грехопадения, о которых мы только что сказали, они имеют только один инструмент, который способен освободить от этих трех проблем. Этим инструментом является благодать, спасительная Евангелие. Написано здесь так. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Дальше смотри. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. В этом смысл действия спасительной благодати Иисуса Христа. И послание к евреям раскрывает перед нашими глазами эту же истину, только несколько в другой форме. Автор послания подводит нас ко кресту и показывает величие Божьей любви, показывает ужас человеческого греха. И он представляет Иисуса Христа и веру в Него как единственный путь к спасению от всех вот этих проблем греха. В Новом Завете Иисус Христос предлагает радикальные изменения внутреннего отношения человека к вот этим трём вещам, к этим трём факторам. К Богу, к людям и к самому себе. Я уже перечислил это, давайте мы ещё раз посмотрим. Мне кажется, здесь это должно быть на экране. По отношению к Богу спасённый человек становится благодарным, по отношению к людям он становится любящим, по отношению к себе он становится свободным от рабства страстей. Вот эти три фактора раскрываются в послании к евреям, и эти три фактора раскрываются в любом другом послании, которое объясняет действия Евангелия. Евангелие, проникая в сердце, оно изменяет внутреннюю структуру человека, и по отношению к Богу человек становится благодарным. Он признаёт благость Божию, и он благодарен Ему. По отношению к людям он искренне заботится об их благе. И по отношению к самому себе Евангелие освобождает от рабства похоти, от рабства страстей. Именно об этом речь идёт в исследуемом нами тексте, и мы посмотрим на него. Этот текст имеет в себе два призыва и одно предупреждение. Каждая из них чрезвычайно важна, но до того, как об этом говорить, мне придётся сделать небольшой экскурс в историю, и мы посмотрим, на фоне чего сказано это великое или очень важное предупреждение и эти два призыва. Прежде всего, автор указывает здесь на особо почётный статус, который в Божьих глазах имеет семья или брак. Далее он отмечает Божий замысел относительно сексуальности. И последнее, он предупреждает несоответствие Божьим стандартам в этом отношении обязательно будут иметь самые тяжёлые последствия, самый серьёзный суд. Я назвал эти три части так. Честь семьи, чистота сексуальности и чрезвычайность суда. Давайте мы остановимся на первом сначала. Когда человек принимает спасение, дарованное Иисусом Христом через Голговский крест, то каждый верующий приходит посредством этой искупительной жертвы к престолу Божьей благодати. Помните, мы подробно на этом останавливались, когда исследовали соответствующие главы. Так вот, там у престола благодати он наполняется самым главным. Он наполняется своей глубокой удовлетворённостью в Боге. Там он находит мир. Там он находит свободу от вины. Там он находит надежду. Там он находит вечное наследие с Иисусом Христом. Обо всём этом мы говорили. Там он находит свободу настоящую. Вот в этом действии Евангелия эта атмосфера, это Божья атмосфера, вот она и является одним из главных факторов, который имеет место в человеке, когда он приходит к Иисусу Христу. Заметьте, эта атмосфера не наполняет человека автоматически. Вот почему автор послания, помните, несколько раз говорит, посему, имея дерзновение, приходи к престолу благодати. Пойдём же туда. Мы живём здесь, здесь одна атмосфера, но верою мы можем прийти туда, перед престолом благодати, и наполниться той атмосферой, и жить той атмосферой здесь на земле. Вот в чём смысл. Вы свет мира, и вы соль земли. Свет мира и соль земли – это не просто провозглашение слов. Свет мира и соль земли – это когда вы вот ту небесную атмосферу принесёте вот сюда на землю, в конкретную точку, где мы с вами находимся. В этом смысл Евангелия. В огромном смысле спасение – это возвращение к Богу, ставшее возможным благодаря Иисусу Христу. Это возвращение в Божье царство, в Божью атмосферу, в Божьи ценности. Так вот, брак и семья играют в Божьем общем замысле чрезвычайно важную роль. Вот почему автор послания провозглашает. Брак у всех, да будет честен и ложен и порочно. Несколько слов в переводе. Слово «честен» в данном случае происходит от слова «честь», а не «честность». Понимаете, по-русски можно и так, и так сказать. В данном случае от слова «честь» или «честен тимос» – это дорогой, драгоценный, дорогостоящий, что-то огромной значимости или ценности, почитаемый, уважаемый. То есть мы можем сказать, перевести это следующим образом, брак у всех, или же, может быть, можем еще перевести, как «во всех отношениях», да будет почитаем, да будет в почтении. То есть автор повелевает, он говорит, что вот в результате того, если Евангелие подействовало в вашем сердце, ваше отношение к браку должно поменяться, брак должен стать на очень высокую линию, очень высокий пьедестал подсчета в вашей системе ценностей во всех отношениях. Этот призыв был очень важен тогда и еще более важен сегодня. Дело в том, что уже тогда неверующие люди относились к браку очень вольно, как к человеческому установлению. В большинстве случаев отношение к браку определялось обычаями, традициями, которые были тогда, и эти традиции чаще всего были очень далеки от Божьих стандартов. Эта же проблема существует и сегодня, но сегодня она намного в большей степени. Хотя кто-то знает, дошли ли мы до того уровня, в котором был Рим. Мы сейчас посмотрим на несколько фактов. Перед тем, как сфокусироваться на почтенном отношении к семье, я немножечко хочу осветить, как семья была обесчищена, как семья попала в положение, в которое нельзя сказать, что она в чести. Это было тогда, и это происходит сегодня в не меньшей степени. С момента грехопадения и до появления христианской церкви брак и сексуальность были в полном и прогрессирующем бесчестии. Вспомните Содом и Гоморру. Это было очень давно. Это было во время Авраама. Это уже было после потопа. Но Содом и Гоморру это еще не все. Вспомните дочерей Лота, спасенных дочерей, когда Лот вынужден был, помните, закрыть им глаза просто и вывести их оттуда, из этого города. Вспомните, какая мораль была там. Если мы будем смотреть немножечко дальше, мы можем посмотреть даже после того, когда был дан закон. Помните, у Иисуса Христа спрашивают, а почему Моисей разрешал разводиться? Так вот, Иисус отвечает, Моисей по жестокосердию вашему позволил это. То есть, общее состояние народа израильского было настолько тяжелым морально, что невозможно было привести в соответствие. Кстати, это же, скорее всего, одна из причин, почему многоженство было в Ветхом Завете. Ожесточение сердец. Христос так и сказал, по ожесточению сердец ваших, Моисей, позволил вам это. Среди языческих народов проблема сексуального растления была еще больше. Вспомните Спарту, кто знает историю Греции, или Каринф, кто знает библейскую историю, с этими храмами, где жрицы, более тысячи жриц, в которых было все связано, поклонение было связано с сексуальными актами, и все эти жрицы обслуживали всех поклоняющих. Если мы почитаем немножко больше историю римских императоров, один из них по имени Комат, он правил во второй половине, во втором веке, в общем-то, правил. Он имел сотни наложниц, и не просто сотни наложниц, и сотни мальчиков, которые служили ему сексуальной утехой. В конце концов, он любил одеваться в женское платье, и в конце концов, он как женщина поженился или вышел замуж за одного юношу. Это второй век, друзья, это не современные сводки газет, это Рим второго столетия. То есть, когда Христос, когда автор послания говорит, брак у всех, добуя в честь, вы можете понять, что человечество, в принципе, всегда было таким. Правда. История говорит о том, что после того, когда распространилось христианство, христианство в действительности послужило солью и светом. Постепенно нравы людей стали меняться. В западном обществе распространение христианства привело к тому, что примерно через 300 лет, примерно в конце третьего столетия, в начале четвертого столетия, независимо от того, что христианство было гонимо очень сильно, стали появляться новые нормы. То есть, стало нормы, то, что считалось нормой в обществе, было приближено к Священному Писанию, к принципам христианства. То есть, все общество, благодаря малому сравнительному количеству христиан, общество немножко изменило свои понятия, свои принципы. Хотя, конечно, всегда были развращенные люди, всегда была плоть, всегда была страсть, всегда были похоти, но какой-то период времени, несколько сот лет, в общем-то, до эпохи Возрождения, эпоха Возрождения, ее пик приходился, или Ренессанс, для тех, кто не знает, что такое эпоха Возрождения, это пример 15-16 век. Вы помните, если вы ходили в музеи, или когда-то в литературе читали об этом, вы помните, какие статуи стали появляться в эпохе Возрождения? Это статуи обнаженных людей. Почему? Потому что эпоха Возрождения поменяла свой фокус с Бога и с божественной морали на человека, и теперь человек стал наивысшей ценностью. Вот почему различные формы обнаженных людей стали воспеваться. По простой причине. Причина духовная, идеологическая причина. Люди поменяли свой фокус и стали воспевать красоту человеческого тела. Казалось бы, вроде бы хорошо, но они же не разврат воспевают, они же просто красоту человеческого тела. За этим последовало следующие шаги развития. Если вы помните, после эпохи Возрождения была эпоха Просвещения, и в это время люди пришли к тому, что теперь торжествует человеческий разум. А это значит, что наука и ученые обладают абсолютным авторитетом. Не Бог и Священное Писание. Заметьте, как постепенно размываются основы. Не Бог и Священное Писание. В середине 19 века Чарльз Дарвин обнародовал теорию эволюции. Это еще одна была чрезвычайно важная ступень в этом направлении. Что это значило? Теория эволюции никогда не была доказана. У нее нет просто доказательств. Она очень слабая с точки зрения науки, с точки зрения ее доказуемости. Но ее восприняли очень быстро, очень широко, и сейчас практически в любой точке западного мира эта теория эволюции является рабочей теорией любых университетов и знаний вообще. Причина этого в следующем. Смотрите, люди жили, и они были стеснены рамками, моральными рамками, которые накладывала на них Писание. Но отвергнуть просто так Писание и Бога они и могли, потому что был вопрос, откуда же тогда все появилось. И вдруг появляется ученый, Чарльз Дарвин, который объясняет, все появилось само собой. И люди ринулись просто за эту идею, потому что эта идея давала им на свободу от подотчетности, от ответственности перед Богом. Вот почему теория эволюции распространена. То есть, когда мы говорим о проблемах с сексуальностью, а вот этой девочке шестилетней, друзья, она началась вот тогда, эта проблема. Она началась с постепенного шифта, постепенной перемены ценностей. Но это еще не все. В 20 веке, в первой половине 20 века был такой известный основатель психологии, безбожник и богоборец Зигмунд Фрейд. Он выдвинул идею следующую. Значит, смотрите, что получается. Дарвин пришел к точке, что человек это высокоорганизованное животное, мораль это условность, и поэтому как животные совокупляются с кем хотят и когда хотят, поэтому и люди, будучи свободными от высших моральных абсолютов, они практически могут это делать. Вот эффект теории эволюции. Фрейд пошел еще на один шаг. Как я уже сказал, он был основателем психологии, он был безбожником и даже богоборцем, и этот человек сделал открытие. Его открытие было в следующем. Он сказал, он выдвинул идею, что большинство проблем людей, психологических проблем, которые люди имеют, они имеют своим корнем подавление сексуальности. То есть, заметьте, если теория эволюции говорит о том, что человек может заниматься свободными сексуальными связями, то Фрейд говорит, человек должен ими заниматься, иначе он будет болеть, иначе у него будет психологическое расстройство. То есть, подавление ограничений сексуальной страсти по Фрейду приводит к психологическим расстройствам. Поэтому человеку нужно давать волю своим сексуальным фантазиям, и нужно в обществе снять всякие табу, для того, чтобы люди могли свободно воплощать эти фантазии, как им это кажется, правильно. Опять-таки, когда Писание говорит, брак у всех да будет в чести, это что-то намного большее, чем просто сказать, брак – это хорошо. Это совершенно другая система мышления. Вот почему именно в середине XX века появляется такое явление, которое называлось сексуальной революцией. Практически, что такое сексуальная революция? Когда люди отвергнули Бога, когда они остались безопределяющей роли Писания, они возомнили себя хозяевами Вселенной, и они поверили в то, что они могут реки вспять поворачивать, то есть река текла в одну сторону, они могут повернуть в другую сторону, они могут космические корабли на Луну посылать, и они конечно же могут сказать о том, что значит правильная сексуальность. Таким образом появилось понятие свободная любовь. На самом деле это означало любовь, а точнее сексуальные отношения свободные от ответственности, свободные от обязательств брака. Брак и семья стали просто одной из форм взаимоотношений мужчин и женщин. Разводы, сожительства и просто случайные связи, они стали общеприемлемой нормой, и они буквально взрывное такое, взрывная волна, как они быстро стали распространяться. Обратите внимание, что это касается не только загнивающего запада, как привыкли считать, но и востока. Так в России за последние 60 лет количество разводов возросло более чем в 13 раз. на тысячу населения в России приходится 8,5 браков и 4,5 развода, то есть более чем 50% всех заключаемых браков заканчиваются разводами. В США, кстати, эта цифра похожа, 6,8 браков и 3,6 разводов. Правда, статистика говорит о том, что за последние годы число разводов уменьшается, но если вы внимательно посмотрите, то главная причина, почему число разводов уменьшается, заключается в том, что половина молодых пар сожительствует не заключая брака. В России 50%, в США 50%, в Европе 60%. То есть 60% всех людей, которые раньше заключали брак, они не заключают брак, они просто живут вместе без документального оформления. Здесь нужно напомнить, что сексуальные грехи, разводы и проблемы в семьях были всегда. То, что происходит во время сексуальной революции, происходит нормализация этих явлений, что люди теперь говорят, это окей, это нормально. 22 января 1973 года Верховный суд США принимает постановление, которое еще один шаг, оказалось еще одним шагом. Это очень гигантское постановление, разрешающее аборты. Кстати, вы знаете, какое первое государство в мире, которое узаконило аборты? Я должен вас разочаровать, этим первым государством была Российская Федерация. Это произошло в 1920 году, то есть на 53 года раньше, чем в Соединенных Штатах Америки. То есть это всеобщее, это мировая проблема, это не проблема одной какой-то нации. Известно, что сексуальные отношения приводят к рождению детей. И так как люди уже узаконили, согласно Дарвину и Фрейду, что люди могут и должны заниматься сексуальными всякими утехами вне брака, и здесь возникает побочный продукт этих утех. И тогда люди принимают решение на уровне Верховного Суда ради своих сексуальных страстей можно убивать нерожденных детей. Это глобальные перемены. Друзья, это не просто какое-то юридическое решение. Это глобальные перемены в мышлении общества. Аборты ежегодно убивают 55 миллионов детей. Это больше, чем погибло людей во всех войнах в мире за всю историю. Это в год 55 миллионов нерожденных детей убито. Причем очень часто на последних сроках беременности. Очень изверскими способами. Не будем сейчас их описывать. Аборты в России официально 1,2 миллиона в год. Но как свидетельствует депутат Елена Мизулина, депутат Верховной Думы, Думы или Совет Верховный в России, если учесть различные незаконные подпольные разные абортарии, то эта цифра может увеличиться до 5 миллионов. Это при населении 143 миллиона человек. Аборты в США тоже 1,2 миллиона в год. Правда, здесь население в два раза больше, 322 миллиона. То есть это серьезнейшая проблема, которая ужасна не только тем, что 55 миллионов человек в год убиты. Знаете, что еще более ужасно? Что они убиты ради похоти сексуальной. Это более ужасно. то есть когда мы говорим о родителях, которые свою девочку решили сделать мальчиком, друзья, это цветочки, которые выросли на корнях, а корни вот здесь, и ствол, и ветви. Вот почему написано брак у всех на будет в честь. Но это еще не все. В середине прошлого века появился такой человек, которого звали Хью Хефнер, и он открыл первый журнал Playboy. И с тех пор, когда человечество освободилось уже от всех этих ограничений, с тех пор порнографическая индустрия на сегодняшний день собирает от 8 до 12 миллиардов в год только в Соединенных Штатах. Долларов, не тугриков, от 8 до 12 миллиардов в год люди несут на алтарь сексуальной страсти. Как ни печально, но сексуальная революция продолжается. И в наши дни она берет новые рубежи. И она не остановится, друзья. Она остановится только тогда, когда человечество будет уничтожено. У нее нет. Выпустили джина из бутылки, его уже не удержишь. Интересный факт. Смотрите, очень много говорят о распространении гомосексуализма в Соединенных Штатах на Западе. Один, я слушал передачу, когда один журналист поехал в Пакистан, в мусульманскую страну, где абсолютно там все запрещено по закону. Поехал в Пакистан, оказывается, у них, у людей эта ориентация. Есть даже в их телефонах специальные аппс, то есть аппликейшн, приложение, так оно называется по-русски, по которому они могут найти себе подобных в радиусе, достижимом радиусе. Вот этот человек прилетает в Пакистан, выходит в аэропорту, включает свой телефон, посылает сообщение, и ему в течение 10 минут 30 человек предложили свои услуги. Гомосексуалисты. Это в Пакистане, это там, где это все запрещено официально. То есть мир катастрофически движется в эту пропасть. это не просто так. Ну, поговорим о высокой морали. Друзья, это вопрос жизни и смерти для человечества. Происходит то, что подробно описано в послании к римлянам. И причина, почему я вам подробно эту информацию рассказал сейчас, эту статистику, заключается вот в чем, друзья. Эта беда имеет духовное начало, и ее не победить по-другому, как только духовными методами. Ее не победишь демонстрациями, ее не победишь транспарантами, ее не победишь какими-то социальными или политическими акциями. Эта беда имеет свой духовный корень, и она решается только духовными способами. Происходит то, что написано в послании к римлянам. Римлянам 1 глава 21 стих. Смотрите, очень интересная последовательность. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? И дальше что? И не возблагодарили». Помните, мы говорили, что первое делает Евангелие? Делает сердце благодарным, делает сердце удовлетворенным в Боге. Если этого нет, все остальное уже шлюзы открыты, плотина прорвана. Все остальное дальше пойдет сначала тоненьким ручейком, а потом сметет все это. «Но осуетились умствования к своим, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми и обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногими, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Друзья, это ужасное положение, когда один на один со своими бесконтрольными похотями. И в этом ужас. Так что они сквернили сами свои тела. Следующий шаг, 25 стих, они заменили истину Божию ложью. Это то, о чем мы говорили, что происходило во время эволюции, что происходило во время Фрейда. И происходит сейчас, когда люди, они не просто хотят заниматься этим, а они заменяют истину ложью, а они говорят, нет, это правильно, это хорошо. И полгонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, поэтому и предал их Бог постыдным страстям. Опять повторяется, в результате женщины заменили естественное употребление противоестественным. Это описание лесбиянства. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Друзья, это буквально как с историей написано, вот как будто с нашего времени все прописано. В действительности это просто описание реальности, что происходит, когда люди не хотят быть благодарными Богу, что происходит, когда люди не находят удовлетворенности в Боге. Друзья, человек будет искать удовлетворение где-то. Это все только дело времени. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, заметьте, необходимо сознательное усилие, чтобы Бог был в разуме, то придал их Бог привратному уму, делать непотребство так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это и есть сексуальная революция, которая описана в Римлянам первая глава. Сексуальная революция связана с общим признанием права на сексуальное удовольствие вне брака, в этом сути этого явления. Все остальное производное отсюда. Она начинается с нежелания быть благодарными Богу, иметь удовлетворение в Боге, продолжается в отвержении Божьей истине, и заканчивается отвержением Бога, ведущим к полной катастрофе. Вот почему, друзья мои, проблема сексуального развращения решается только Евангелием. Никакая психотерапия и никакие законы здесь не помогут. Это причина духовная. И решение этой причины только духовное. Других решений нет. Вот почему эти слова не менее важны сегодня. Брак добудет в почтении во всех отношениях, у всех и во всех отношениях. Что это значит на практике? Нам нужно помнить, что наши понятия брака и сексуальность, наши, я имею в виду, даже верующих людей, они в определенной степени попадают под влияние окружающей нас культуры. Правда, слава Богу, что мы не имеем какой-то явно открытой формы развращенности. Ну, есть несколько проблем, которыми страдают люди, которые страдают верующие люди. Одна из проблем – это несколько пренебрежительное, недостаточно почтенное отношение к браку. Молодые люди подходят к браку не как к чему-то святому, а как к возможности каким-то образом свою жизнь дополнить. Люди, которые уже в браке, подходят к браку не как к чему-то величественному, а как к месту, где я получаю свое удовлетворение. И если не так, то люди приходят и говорят, ну, посмотри, как с ней можно жить. То есть, эти проблемы, они где-то в зачаточной форме. Посмотрите на то, как одеваются многие. Незаметно для себя под воздействием вот этой всей идеологии моделей и прочих разных версий люди, христиане, они пропитываются тем, чтобы выглядеть секси. Сексуально возбуждающе выглядеть. Выглядеть так, чтобы ее мужчины хотели. Это описание христианского мира. или же проблема многих и многих молодых людей в том, что они находят, ищут сексуальное удовлетворение в порнографии разного рода, в мастурбации. То есть, вот эти слова здесь, они касаются не только вот тех ужасных людей, которые из мальчика, из девочки мальчика делают. эти проблемы касаются вот нас с вами сегодня, потому что это духовная проблема. И эта проблема связана с тем, что человек не находит удовлетворенности в Боге. Что это означает на практике? Несколько факторов я перечислю. У нас нет много времени останавливаться, есть только возможность перечислить эти факторы. Что значит брак да будет чести? Это означает, что нам нужно относиться к браку, воспринимая его таким, каким его задумал и сотворил Бог изначально. Относиться с почтением к этой модели. Первое. Брак был создан Богу. Бытие 2.18 «И сказал Господь Бог нехорошо быть человеку одному сотворимому помощнику соответственно ему». Заметьте, Бог инициировал создание брака. Это значит, что Он определяет характер и значимость брака. Это право не принадлежит нам и не принадлежит современному обществу и не принадлежит ученым. Второе. Бог лично сам непосредственно осуществил этот план. Вторая глава Бытие 21 стих «И навел Господь Бог на человека крепкие соны, когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоти, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел его к человеку». Заметьте, это все непосредственная Божья работа. Брак был задуман для человеческого блага. Брак – это хорошо. Нормальное положение мужчин и женщин быть в браке, он стал завершающей точкой Божьей во творение, и люди должны стремиться, чтобы вступить в брак. По правильным причинам стремиться, правильно понимать брак, и должны стремиться. Да, некоторым людям Бог дал дар безбрачия, некоторым людям Бог дал другие возможности, где они… Причем это дано… Здесь очень важная короткая остановка нужно сделать. Друзья, написано, что неженатый заботится о Господнем. То есть если вы не вышли замуж или не женились, вы только тогда будете иметь полноценную жизнь, если вы посвятите свое время полностью Господу, если вы будете искать удовлетворение где-то, it's going to be a disaster. Это будет проблема. Это норма. Норма быть в браке. Есть исключения, в определенных ситуациях есть исключения. Так как Бог является создателем брака, Он определил его природу характер и цель. Люди не имеют на это неправней возможности. Мы не можем определить характер брака по простой причине. Это вне нашей компетенции, точно так, как вы не можете определить, как должны летать космические корабли. Это вне нашей компетенции. Там есть люди, которые отвечают за это. Второе. Брак был создан Богом для общения и служения друг другу. Не для самоудовлетворения. Этот принцип ошибочно воспринимается многими христианами, не только неверующими. Большинство людей вступают в брак под влиянием какой-то формы, эгоизма, и таким образом брак у них не в чести. Влюбленность в большой степени связана с приятным чувством, которое мужчина и женщина получают это осознание того, что он или она стали объектом чьего-то внимания. Это самолюбивая причина. Писание представляет совершенно иную картину. Вот как объясняет Бог главную причину брака. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. И Бог создал брак для взаимоотношений, для общности, чтобы люди могли вмещать друг друга и служить друг другу. Друзья, настоящее взаимоотношение всегда строится на искренней заинтересованности в благе другого. Кстати, Адам и Ева в тот момент они не знали других отношений. До греха они не знали других отношений. Вся их жизнь была связана с тем, что они от сердца были посвящены друг другу. Именно такие были у них взаимоотношения. Они были свободны от эгоизма и поэтому были полностью сфокусированы на заботе о благе друг друга. Это и делало их взаимоотношения полноценными и счастливыми. Третье. Брак был создан Богом для дополнения друг друга. Заметьте, создавая брак, Бог специально создал мужчину и женщину разными. Бытие 1.27 И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Друзья, различия между мужчиной и женщиной были частью изначального Божьего плана. Если кто-то чувствует себя не очень хорошо мальчиком или девочкой, ему нужно чувства свои привести в порядок, а не свое тело. И это очень серьезный факт. Они созданы разными для того, чтобы дополнять друг друга. Они имеют одинаковую духовную ценность в Божьих глазах, они оба были созданы по образу и подобию Божьему, но в то же время функции совершенно отличаются. Это очевидно, что они созданы для разных функций. Вы посмотрите, у мужчин и женщин разные телосложения. Сегодня находят археологи скелет. Что по скелету там определишь? И они говорят, это женщина, это мужчина. Почему? Потому что скелет разный у женщины и мужчины. Бог создал даже body frame, даже основу, скелет совершенно другой. Потому что разная функция, разные задачи совершенно. Кроме того, это не только различные кости, это органы различные, это психология, отличающаяся одного пола и другого пола. Совершенно ясно, что мужчина и женщина были созданы друг для друга, для дополнения друг друга. Четвертое. Брак был создан Богом для воспроизведения потомства. Это еще один фактор, который игнорируется сегодня. Как я уже сказал, люди не только абортами занимаются, люди используют массу других средств по одной простой причине. Не потому, что они заботятся, чтобы детки были хорошие, присмотренные, из самолюбия, им просто дети мешают. И поэтому они не хотят иметь много детей. Бытие 1.27 «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Так как главной целью жизни большинства людей после грехопадения является самоудовлетворение и самоутверждение, дети нужны людям настолько, насколько они помогают им достигать этих двух целей. людей. К сожалению, этот же менталитет, как я уже сказал, присутствует и среди христианцев. Писание говорит об обратном. Писание говорит вам, что Бог создал брак, чтобы он стал местом, где появляются на свет и формируются люди. Вот представьте себе вечность церковь с Богом. Это миллионы душ. Вы знаете, что каждая душа из этого миллиона, из этих миллионов, каждая произошла от папы и мамы. То есть Бог дал людям, семье удивительнейшую привилегию быть соучастниками происхождения душ, которые будут существовать вечно, происхождение и взращивание их, формирование их. Пятое. Бог создал, брак был создан между одним мужчиной и одной женщиной. Абсолютно ясно сказано. Бытие 2,22 «И создал Господь, Бог из ребря взятого у человека жену, а не жен, и привел ее к человеку и сказал человеку, вот это от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа, поэтому оставит человек отца свою, мать свою и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Иисус Христос цитируя или ссылаясь на этот текст в Евангелии Матфея, 19 глава, уточняет, посмотрите, 5 стих, 19 глава, и сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Он подчеркивает, не три, не восемь, будет два одной плотью. шестое, брак был создан с особой ролью для мужа и жены. Заметьте, мы говорили уже о нескольких факторах, мы говорили о том, что брак был создан Богом, брак был создан Богом для общения и служения друг другу, брак был создан Богом для дополнения друг друга, брак был создан Богом для воспроизводства потомства, брак был создан между одним мужчиной и одной женщиной, и следующее, брак был создан с особой ролью для мужа и жены. То есть он не просто сказал, мужчина и женщина будут жить вдвоем, а он определил, вот это роль мужа, а вот это роль жены будет. Если мы говорим о том, что мы относимся с почтением к браку, нам нужно воспринять Богом определенную роль. 1 Коринфянам 11, 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Бог поставил мужа для того, чтобы он был главой. Муж создан для этого. И он это эффективно выполняет, когда он принимает над собой главенство Иисуса Христа. Жена создана для того, чтобы создать мужа и детей в кротости, поддерживая лидерство мужа. 1 Коринфянам 5, 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Муж создан для того, чтобы жертвенно служить жене и детям. 1 Коринфянам 5, 25. Мужья, любите своих жены, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Друзья, брак только тогда будет в почтении во всех отношениях, если мы признаем этот принцип и будем стараться жить в соответствии с ним. И самое последнее. Брак был создан неразрывным. Это еще один фактор, который не укладывается в понимании современных людей и многих современных христиан. по одной простой причине, друзья, потому что мы уже где-то в пути на вот этом путешествии, которое я описал. Потому что уже от оригинальных божьих замыслов уже продвинулись куда-то. Помните, Христос говорит, а вначале не было так. Там же в 19 главе Матфея, он говорит, а сначала так не было. Это ожесточение сердца вашего привело к этому положению. Матфея 19,4, он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца своей и мать и прилепится к жене, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Это абсолютное Божие повеление, дорогие мои. Вот что значат эти слова. Брак добудет в почтении во всех отношениях. Еще одну вещь нужно добавить здесь, друзья. Ценность брака настолько велика, что Бог сравнил брак с отношениями Христа и Церкви. То есть это настолько святое, что есть на земле, что Бог взял это и уподобил. Посмотрите, Ефесянам 5.22. Женам повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так мужья своим женам, так жены своим мужьям, мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Заметьте, как это переплетается. Сегодня вопрос, друзья. Является ли ваша семья проповедью Евангелия Иисуса Христа? Стоит ли семья в ваших глазах на пьедестале почета? Какое место занимает она в системе ценностей? Итак, это первое появление, это честь семьи. Несколько слов о чистоте сексуальности. В принципе, все то, о чем мы говорили, очень тесно связано вначале и с семьей, и с сексуальностью. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Слово «ложа», оно переводится как «место, где спят». Но его со временем стали, как во времени появления этого послания, его со временем стали переводить как «брачная ложа» или же «интимные взаимоотношения между мужем и женой». И поэтому здесь сказано «брак у всех да будет честен». И вот интимные взаимоотношения между мужем и женой в браке, которые есть, они должны быть непорочны. Слово «непорочно», «хамиантас» – это означает «без всякой примести нечистоты». То есть он ясно описывает, что Бог создал сексуальные отношения как наивысшую форму общения между мужем и женой. Они должны быть выражением посвящения, единения и абсолютной верности друг к другу. Согласно Божьему плану, эти отношения построены на фундаменте духовного единства, они движимы эмоциональной заботой о благе друг друга и не находят свое выражение в этом акте абсолютного посвящения друг другу. Неспроста именно в результате интимных отношений Бог так сделал, появляются дети. Когда есть это единство, когда есть эта гармония, которая выражена в интимных отношениях. Для их правильного отношения, для правильного отношения детей нужна атмосфера любви и полного посвящения мужа и жены друг другу. Грехопадение превратило человеческую сексуальность в мощный инструмент греха. Выражение эгоизма, самолюбия, самоутверждения, не признавая Божьего господства над собой и не покоряясь Ему, люди неизбежно попадают во власть и даже в рабство похоти. Посмотрите, мы уже читали эти стихи, Титу, 3 глава, 3 стих. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, были рабы похоти и различных удовольствий. То есть это распространенная беда во всем человечестве и тех, кто стал верующим. Но здесь написано, когда же явилась благодать и человеколюбие, спасителя нашего Бога, Он спас нас. Спас от чего? От рабства спас. Благодать Иисуса Христа спасает нас от рабства тления, от рабства похоти. Как это происходит? Три совета мы находим в послании кремлянам. Опять-таки у меня есть время только их перечислить. Нет времени остановиться сейчас. Что конкретно нам нужно делать, чтобы мы ясно поняли, что все то, что связано с каким-либо сексуальным желанием или какой-либо сексуальной мотивацией, все это принадлежит только семье, только мужу и жене, во-первых. И во-вторых, только в правильном отношении мужа и жены к этому явлению друг к другу. То есть даже у мужа и жены сексуальные отношения могут быть нечистыми. Если они не выражают единение, если они не выражают эмоционального посвящения и любви друг к другу. Все остальное, любая мысль, любой взгляд, любые мотивации, любые действия вне этого, все это оскверняет сексуальные отношения. Оскверняет то, что по-английски переводится как marriage bed или брачное ложе, как по-русски написано. Это очень серьезно. В этой атмосфере, в которой мы живем сегодня, где нам очень трудно, сегодня вокруг удовлетворение своих сексуальных желаний считается доминирующей целью. Об этом говорят девочки и мальчики в elementary school. Я уже не говорю о middle school. В начальных классах. В middle school уже все пробуют. И тот, кто еще не пробовал, считается отсталым. Вот это общество, в котором любой фильм пропитан, если не откровенными сценами, то намеками на них. И поэтому сохранить себя в этом отношении undefiled, чистыми, для этого нужна серьезная работа. Это серьезная работа только через Евангелие. Послание к римлянам предлагает нам три шага. Что нам нужно делать в этой борьбе? Первое. Помните сущность своего спасения. Спасение – это не просто признание грехов, это соединение с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении. Римлянам 6.4. «И так мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья, взяв на себя человеческий грех, Иисус умер, но когда Он воскрес, Он воскрес из гроба без греха, Он восстал к новой жизни для Отца. И здесь автор показывает пример. Он говорит, когда мы… Спасение есть только одно. Помните, мы в послании к евреям говорили очень подробно, если человек верою соединяется со Христом. И если мы со Христом, то мы с Ним умерли для греха. И мы с Ним воскресли. И нам нужно понимать, что значит спасение. Спасение означает жизнь для Бога и Его целей. Нам нужно это напоминать постоянно себе, если мы спасенные люди. Иначе не победите, друзья, эту всю беду. эта зараза, она лезет чрезвычайно настойчиво, в самых разных формах. Вот почему мы каждый месяц вспоминаем Голговский крест. Вот почему мы каждое воскресенье вспоминаем. Вот почему Любовь Василий написала вот эти стихи, на которые пели сейчас песни, Голговский крест. Нам нужно туда, ко кресту, иначе все остальное не имеет смысла. Всякие 12 шаговые, 17 разных классов и так далее. Ну, может быть, кому-то что-то там и предложат, но радикальное решение этой проблемы только в одном месте, только у Голговского креста. Нам нужно научиться быть удовлетворенным в Боге. Не научитесь, не научимся, будем искать удовлетворение где-то и обязательно попадем в рабство сексуального греха. Других вариантов нет. Второе. Считайте себя мертвыми для греха. Это не менее важно. Время нам 8, 11. Если же мы умерли со крестом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскресным из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, тот живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Господе нашим. Что это такое? Если в первом мы принимаем факт того, что мы рождены для новой жизни, то здесь нам нужно понять, что по причине того, что мы грешны, и по причине того, что мы должны были умереть там на Голгофе, все наши, любые формы наших греховных желаний не имеют права на удовлетворение. Просто не имеют права. Вот отчего радикальный язык в этих текстах, помните, Христос говорит, соблазняет тебе глаз, вырви его. Апостол Павел говорит, итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, и так далее. То есть, когда человек идет и смотрит фильм, в котором есть сцены, он говорит, мне нужно отдохнуть, просто посмотреть что-то, ну там, правда, есть какие-то сцены. Вот здесь нам нужно понять, не имеешь права на фильм, если он принесет с собой яд. И точно так же, и как люди одеваются, и что они смотрят, и все остальные вещи. Проблема большинства христиан и христианок в отношении похоти в том, что они не считают грехом. Многие сексуально мотивированные желания, мысли, поступки, они где-то в подсознании находятся, и они не могут их отследить. И в результате этого соответствующие действия происходят. Желая выглядеть как красиво, девушки незаметно для себя выглядят сексуально возбуждающим. Они вроде бы и не думали об этом, но в нашем мире это все настолько переплетено, что это просто вот так. Это факт. Нам, служителям, приходится разговаривать, я помню, по конкретному случаю говорили с одной конкретной девушкой, которая положительный человек в общем, но когда ей сказали, посмотри, вот это неправильно, она говорит, ну, I want to look nice. Я хочу выглядеть красиво. И вот само понятие красиво уже осквернено в нашем мире. Мужчины и юноши в этом случае они становятся потребителями подобной продукции, и различные разговоры о свободе от легализма, когда люди говорят, что вот это легализм. Друзья, если вы попались в это рабство, вам нужно не просто легализм, а вам нужен еще и какой-нибудь полицейский с этим законом, который бы следил, что вы не просто компьютер выбросили, а вы даже и телефоном не пользуетесь. потому что Христос говорит, лучше вам без телефона попасть в Царство Небесное, чем с телефоном быть вверженным в гиену огненную. Это очень серьезная вещь. Итак, второе, считайте себя мертвыми для греха. Третье, отдавайте члены вашего тела в орудие праведности. Двенадцатый стих. И так даницарствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудии праведности. Представьте себе ситуацию, когда человека наняли на работу, дали ему автомобиль служебный и какие-то инструменты, которыми он должен работать, и он взял все это и поехал на рыбалку. Вы понимаете, да, что его в общем накажут. Это противозаконно. Вот это то, о чем говорится здесь. Здесь написано, что вы куплены, вы принадлежите Христу. И теперь, когда вы берете эти ресурсы, которые принадлежат Христу, а что принадлежит Христу? Наш разум, наши глаза, наши чувства, наши руки, все остальное. Когда мы берем у Христа, который заплатил за это ценой своей крови на Голгофе, и используем это не просто для рыбалки, а для рыбалки в мутной воде. И оскверняем все это, совершаем преступления. Вот что говорится здесь. Он говорит, нет, 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 нет. Вы возьмите все это, ваш разум, ваши мысли, ваши способности, и представьте дело праведности, друзья, посмотрите, кого касаются вот эти проблемы, о которых мы говорим. Вы знаете, среди какой части населения в России развит гомосексуализм? Среди тех, у кого много денег. Если вы посмотрите, это актеры, это люди, у которых дизайнеры самые разные. Почему на Западе он очень сильно развит? Потому что на Западе уже давно у людей много денег. Это значит, они уже давно себе все могли позволить, все перепробовали, все надоело, и они движутся дальше. Это проблема не страны, это проблема греховной природы. Друзья, это проблема наша сегодня по простой причине, потому что сегодня не отдают тело в орудие праведности. Когда думают, чем занять детей летом, посмотрите, сколько в этом списке добрых дел, сколько дел праведности. доминируют в этих списках развлечения. Развлечься так, развлечься так, развлечься так, а иначе boring. Друзья, если это не исправить, через поколение, вот то, что мы прочитали в газете, будет вывешено на церковном бюллетень варь. Безделье, жизнь для себя, если человек не предоставляет, если родители не научили детей представить свое тело в орудие праведности, они сделали его инвалидом, он представит свое тело в орудие греху. Это не просто так, хорошее воспитание, это чрезвычайно важные, стратегически важные вопросы. И вот после столь двух, столь важных предупреждений, вернее, важных призывов, автор заканчивает чрезвычайным предупреждением, чрезвычайность суда. Брак у всех добудет чести, но ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Блудник и прелюбодеев это два термина, которые охватывают собой все формы сексуальной распущенности. В принципе, одна форма это в браке, другая форма это вне брака. Блудники это порнос, слово порнос, от него произошло слово порнография. То есть абсолютно все люди. Очень интересно, друзья, несколько вопросов связанных с этим. Первый возникает вопрос, почему Бог особенно судит сексуальные грехи? Бог-то всякий грех судит, да? И всякий грех будет осужден, наказан. Но вот об этом грехе в особенности сказано, чтобы люди поняли, блудников и прелюбодеев судит Бог. Есть причина, потому что сексуальная развращенность это наивысшая степень проявления неблагодарности и непокорности Богу. Мы уже говорили сегодня об этом. Посмотрите, Римлянам 1,21, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Друзья, начиная с неблагодарности Богу, с нежелания получать удовлетворение в Нем, в Боге, грех обязательно приводит людей к рабству похоти. Это неизбежно. Вот почему сексуальная распущенность всегда была признаком глубокого противления Богу. Питер Абрайан пишет об этом следующее. Как отвержение Божьего присутствия и Его благости, сексуальная моральность является выражением самолюбия, ставящее личное удовлетворение высшей ответственности перед Богом и христианским сообществом. Друзья, вот почему брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Кроме того, Писание отвечает еще на один очень важный вопрос. Как Бог судит за сексуальные грехи? Мы уже читали, как. Во-первых, мы говорили о том, что сексуальный грех разрушает самого человека духовно, психологически и даже физически. Неизбежно разрушает. Римлян 1, 25. Они заменили истину Божию ложью, потом предал их Бог предпостыдным страстям. Как только духовный статус потерян, то сразу же человек попадает в эту духовную... Он находится под мощным давлением плоти. Он попадает в духовную суету, и он практически в слепоте живет. Вот почему люди тратят миллиарды долларов для сексуальных утех. Вот почему они убивают миллионы людей, хотя они знают, что это ужасно. Очень интересный факт. Несколько месяцев назад в Лос-Анджелесе одну женщину осудили за то, что она родила ребенка в туалете и там же его убила. Так вот, если бы она за 15 минут до этого зашла в абортарий и ее бы убили, не ее, а ее ребенка убили бы в утробе, ей бы ничего не было. Ей дали 13 лет. Вот если бы до того, за 15 минут это бы произошло в абортарии, то же самое бы сделали. Откуда это безумие? Это духовная проблема, друзья. Это духовная проблема. Как Бог судит? Предает превратному уму. Кроме того, это психологическая проблема. Человек, который попал под это вление, он никогда не найдет удовлетворения. Если не удовлетворяется Богом, сколько бы он различных форм не перепробовал, он не найдет удовлетворения. Кроме того, это физическая проблема. Вы знаете, что огромное количество болезней с этим связано. Раньше вымирали целые народы от сифилиса. Потом изобрели пенициллин, антибиотики, но появилась другая болезнь, еще страшнее, которая называется спид. Не спид, а спид. для некоторых людей, которые по-русски не понимают. Вот что означает, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Бог судит уже сейчас, уже здесь на земле. Друзья, но самое страшное еще впереди. Первое Коринфянам 6-9. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодействие, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. Заметьте, четыре первых характеристики здесь имеют свое отношение к сексуальному греху. Бог будет судить. К этому добавляется, правда, еще одна проблема. Посмотрите, 32 стих, 1 главы послания к римлянам. Они знают праведный суд Божий, но однако, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Вот это то, где мы живем сегодня, друзья. Вот почему Евреям 13,4 говорится, брак у всех да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Помолимся об этом. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Евангелие Твое решает все проблемы человеческого положения, человеческой погибели, включая и эту, казалось бы, неподъемную проблему неверного отношения к браку, к семье и к сексуальности. И сегодня мы предстали пред лицом Твоим и умоляем Тебя, Господи, прежде всего о самих себе. Я прошу Тебя, Господи, о нашей церкви, о каждом из нас, Господь, помоги, чтобы наши сердца были свободны от этого нечестия. Я прошу Тебя, научи каждого и женатого, и неженатого относиться к браку с уважением, с почтением, воспринимая Твое отношение к браку. Научи, Господи, чтобы мы могли жить атмосферой неба, и чтобы наши сердца, они стали проводниками этой атмосферы для людей, которые нас окружают. Во имя Господа нашего Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok